Лица, нигде не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками и в большинстве случаев ранее уже приступавшие закон. Основной контингент, который можно встретить в пустующих дачах. Кроме того, в нежилых помещениях могут поселиться лица без определенного места жительства – бомжи, которые уже одним своим появлением могут нанести владению непоправимый ущерб, начиная от беспорядка и повреждения инвентаря, заканчивая пожаром. Сегодня Пинский, Барановичский, Брестский районы – лидеры в Брестском регионе по правонарушениям, связанных с нежеланными гостями. В этом году зарегистрировано у нас около 90 краж из дач, личное имущество граждан. За аналогичный период прошлого года их было свыше 150. Поэтому можно говорить, что ситуация улучшается. Воруют все, что можно хоть какие-то деньги продать. Как правило, это, в первую очередь, металлолом, какая-то бытовая утварь. Бывает даже, оставляют радиоаппаратуру, особенно спиртные напитки. Был случай, даже в одной даче демонтировали электропроводку. Это понятно, чтобы с целью продать и получить какое-то денежное вознаграждение. Сиротливо лежащие строительные материалы и электроинструменты, бесхозный садовый инвентарь и сесные припасы. Все, что плохо лежит или ненадежно спрятано, может с легкостью исчезнуть в неизвестном направлении. Чаще всего злоумышленники не утруждают себя даже подбором ключей. Просто вламывают двери, решетки на окнах и проникают в жилище. Поэтому, чтобы закрытие дачного сезона плавно не перетекло в сезон дачных краж, необходимо следовать простым правилам. Хотелось бы рекомендовать нашим жителям Брестской области не оставлять дорогостоящие электробытовые инструменты, продукты питания, алкогольные напитки. Убирать с территории садовых подворий элементарные строительные материалы, доски, щебень. То есть все ворует то, что плохо лежит. Ну и конечно же организовывать на добровольной основе дежурство круглосуточно и в целях обеспечить максимальную сохранность своего имущества, дежурить членами своих садовых товариществ. Чтобы ваша дача не стала жертвой грабежа, по возможности чаще посещайте участок, либо договоритесь с проживающими в осенне-зимний период соседями присмотреть за домом. Сообщайте в милицию информацию о подозрительных лицах, находящихся на территории дачного кооператива, об остававшихся в пустующих домах. И помните, что раскрытие любого преступления – это процесс двусторонний, в котором помощь населения играет важную роль.